Друзья, всем большой привет! Сегодня будем говорить о комнатных растениях, которые можно выращивать в зимний период. В основном это будут цветущие, красивые, декоративные растения. Такие подобрать для себя, чем они друг от друга отличаются, некоторые особенности выращивания. Все о комнатных цветах из семян в этом ролике. Поехали! Поехали! Уличного выращивания, но также есть специализированные комнатные культуры, которые мы приспособили, например, для открытого грунта. У меня на фоне вы сейчас видите огромное количество цветов, которые в большом своем объеме именно являются комнатными. Начнем по порядку. Первое это, конечно, эустома. Эустома традиционно является у нас уличной культурой чаще все-таки, но есть низкорослые сорта эустомы, которые предпочтительны для выращивания в комнатных условиях. Тогда, когда есть более-менее стабильная дневная-ночная температура, есть стабильные условия освещенности, эустома зацветет гораздо раньше, то есть и будет продуктивнее. Если у вас до сих пор сохранилась эустома, например, вы живете в каком-то теплом регионе, на улице, в кашпо, вы можете ее спокойно занести в квартиру, и она... Да что такое эустома? Пытается сбежать второй раз уже. Эустома отлично растет в качестве комнатной культуры. Ее можно, если вы заносите ее с улицы в квартиру, подстричь. Подстричь ее можно достаточно коротко, практически на уровне земли, оставляя буквально 3-4 сантиметра. Она выпустит много новых боковых побегов, на которых и расцветет повторно. Низкорослые комнатные эустомы это сорта тип сапфир. Вы можете встретить их также под другими названиями, но в основном это будет 9 из 10 именно эустома сапфир. У нее не очень широкая палитра окрасок, основные это белые, голубые и белые с голубым краем. Высокорослые эустомы часто встречаются разнообразно в других окрасках. У нас еще среди сапфиров есть низкорослая зеленая эустома, про которую нужно тоже отдельно упомянуть. У нее зеленая яркая окраска будет изменяться в зависимости от условий выращивания. При уличном освещении, в большом объеме прямых солнечных лучей, ультрафиолета, окраска цветков будет интенсивной зеленой лаймовой. После того, как вы ее занесете в квартиру, количество прямых солнечных лучей сокращается. Эустома будет примерно такого желтого, слегка зеленоватого оттенка. Это совершенно нормальная история. У многих зеленоокрашенных роз работает точно такая же система. Эустому на комнатное выращивание можно сеять начиная с сентября, можно посеять в ноябре, можно посеять в октябре. Сейчас самое хорошее для этого время. Но обратите внимание, что все абсолютно культуры в зимний период развиваются гораздо дольше, чем в весенний период. И однозначно потребуется, конечно же, досветка. Для эустомы досветка требуемая это 12 часов, и для остальных светочных культур будет примерно такая же. То есть, если вы сейчас собрались выращивать комнатные культуры, для большего числа культур потребуется досветка. Но есть одна из культур, которую мы сегодня перечислим, которая прекрасно растет и без дополнительной досветки в зимний период. Эустому смело берем, сеем и выращиваем. Сейчас будет большой-большой раздел моих в этом году, но и не только в этом, на самом деле, ставших одними из любимых цветочных культур. Это бегония. Бегония есть разных сортотипов. Есть вот такая ампельная боливийская бегония. У нее цветы похожи немножко на фуксию, такое комнатное растение. Она обладает очень длинными вытянутыми листьями, развивается не очень быстро. Стра у нас в этом году росла буквально в количестве двух растений, но мы ее посадили в открытый грунт, в высокую цветочную грядку. Ее немного подзадавили высокорослые бегонии, которым просто было тесно. И они ее задавили, потому что они обладают большей силой роста. А так, если вы ее будете выращивать отдельно, в отдельном кашпо, боливийская бегония невероятно красивая. Чаще всего ее можно встретить в вегетативном размножении, то есть приобрести готовым растением, либо череночком. Но из семян ее также можно вполне себе вырастить. По особенностям выращивания бегонии, сейчас, когда все сортотипы обсудим, есть несколько важных упоминаний. Есть бегонии вечноцветущие. В нашем ассортименте сейчас они представлены двумя сортотипами. Это Big Deluxe и Cocktail. Коктейль, ром, текила, водка, Big Deluxe, белая и зеленая окраска. White Green и Red Green. Правильно? Red Green? Red with Bronze Leaf. Короче, ужасные названия у них. Но, в общем, мы поняли, у нас есть две окраски. Красные бегонии и белые бегонии. Вечноцветущие бегонии – это обычные травянистые культуры. Они достаточно высокорослые. Здесь есть небольшой косяк. На упаковке мы его поправим. До 90 сантиметров она не вырастает. Она вырастает поменьше. Сантиметров где-то до 45 примерно. Если ее выращивать в отдельных больших кашпо, одно растение на 80 примерно литров, она будет сантиметров до 55-60 приблизительно. Производитель изначально заверял, это Беннери производитель, что она будет до метра, до 90 сантиметров. Мы усомнились, но поверили. Но на самом деле, поворачивая ее в разных методах, оказалось, что она не такая высокорослая. Но тем не менее, это очень большое крупное растение. Она ветвится довольно активно, довольно сильно. Если у нее будет достаточное нормальное питание, никакой специальной подвязки она не будет требовать. То есть есть проблема высокорослых комнатных, например, культур, в том, что их приходится подвязывать на какие-то палочки, ставить им какие-то бамбуковые ветки, ставить им какие-то непонятные колия, кокосовые вот эти столбы невнятные. Если она будет нормально питаться, то есть вы ее будете периодически подкармливать, ей будет хватать объема грунта, а для нее необходимый объем грунта, это где-то литров от 10. Это мощное большое растение, не нужно жалеть грунт, не нужно жалеть кашпо, нужно для нее выбирать именно большого объема кашпо. То тогда она будет высокой, мощной, и растение будет удерживать само себя, никакой дополнительной подвязки не потребуется. В дух, опять же, о красках белая и красная. Цветет постоянно, вообще вопросов никакого нет, может осыпаться, как и большинство вот таких вот нежно цветущих растений. И, наверное, все-таки мой любимейший просто сорта тип бегоний, их здесь много сразу, это все-таки клубневые бегонии. Клубневые бегонии традиционно размножаются клубнями непосредственно, их можно размножать листьями, можно частями стеблей, частями стеблей, побегов. То есть традиционное вегетативное размножение можно выращивать через семена. Здесь у нас два сорта типа представлены, это фортун и нон-стоп. Фортуны вот эти очень красивые белые, еще тоже есть прикол окраски, похожий чем-то на особенности зеленокрашенных и устом, и роз с красным краем. Например, у розы принц Монако работают все точно так же. При выращивании этой бегонии на открытых солнечных лучах, на прямом ультрафиолете, или если вы будете периодически ее под кварцую лампу запихивать, или в солярий ставить, например, нужен ультрафиолет в большом объеме. Край у лепестков с обратной стороны будет окрашен в розовый и красный цвет. Чем больше интенсивность ультрафиолета, тем интенсивнее окраска этого красного пигмента. Чем меньше ультрафиолета, тем белее будут эти бегония. При выращивании без доступа прямых солнечных лучей, как сейчас, например, у нас в теплице поликарбонатной, сниженный объем потребления, плюс еще постоянно пасмурность, осень, и в принципе сниженный объем света, цветки будут становиться полностью белыми, потому что это специфика работы конкретно этого красного пигмента. Все клубневые махровые бегонии по нормам, по своему сортотипу, по своим биологическим особенностям могут иметь от 30 до 70% немахровых цветов. То есть часть цветов будет немахровая всегда. Первое цветение будет преимущественно махровое, то есть примерно где-то 80-90% цветов будут махровыми, единичные будут немахровыми, так называемыми мужскими цветами. Последующие цветения будут чаще становиться немахровыми. И чем менее приятные условия для выращивания, то есть прохлада, какие-то сквозняки, перемена мест, она очень не любит менять место обитания своего, тем больше будет становиться немахровых простых, так называемых мужских цветков. Есть у нас вот такие новинки в этом году. Это бегонии нон-стопы с темно окрашенными листьями и яркими цветами. Больше всего мне, наверное, из этих нравится розовая. Она офигенно яркая, у нее самые крупные по размеру цветки. Здесь работает ситуация, очень похожая на петуния. У петунии внутри одного гибрида, например, внутри бригиды, 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 но не про бригиды речь сейчас будет. Внутри одного гибрида, например, среди джаконт, в разных окрасках растения будут вести себя вообще по-разному. И по сути джаконда синяя, джаконда белая, джаконда красная, джаконда желтая, петуния, это, на мой личный взгляд, субъективно разные гибриды вообще абсолютно. То есть у них будет разный тип роста, у них будет разная форма куста, у них будет разный размер цветка. Какие-то будут ароматные, какие-то будут неароматные. У бригонии работает такая же ситуация. Внутри одного гибрида нон-стоп в разных окрасках растения будут по-разному выглядеть. Например, нон-стоп елл с желтыми листьями, он достаточно компактный. Она достаточно компактная, небольшого размера бригония, с цветами махровыми преимущественно. У нее именно у желтой окраски большее количество махровых цветков. Цветы достаточно небольшие, они прям не крупные. Если мы берем окраску красную, вот эту, ну она вообще оранжевая, дип-оранш, но субъективно она выглядит прям ярко-красной, такой огненно-красной. Вот она, кстати, у меня на фоне вот здесь. Она будет повыше по размеру, чем желтая, то есть растение будет покрупнее. У нее будут крупнее листья, и даже внутри одного сорта типа у них будут разного цвета листья сами по себе. И розовая будет обладать самыми крупными цветоносами, самыми крупными цветами. Если сравнить желтую и розовую вместе, мы кадры эти поснимаем отдельно еще, вы увидите, насколько сильно отличаются по размеру цветки. У бегоний есть прикол, у всех бегоний, они очень не любят перемест, место обитания. То есть если вы будете ее переносить из одного места в другое место, она будет скидывать цветоносы, она будет выглядеть, как будто бы она обгорает на солнце, хотя по факту она не обгорает, просто так она реагирует на смену места своего обитания. Интересная у нее такая реакция, поэтому к этому нужно быть готовыми. И выбирать для нее желательно плюс-минус стационарное место, где она у вас будет расти длительное время. В этом плане они такие немножко вредненькие культуры. Бегонии очень странно зимуют. Для того, чтобы растение сформировало клуб, и не перешло в режим покоя, во-первых, оно не должно попасть под заморозки. То есть бегонию с улицы, если она у вас в странной улице, на балконе, например, на террасе, нужно достаточно рано занести, чтобы она, во-первых, адаптировалась к новым условиям роста, не было вот этого дикого перепада, когда ранней осенью, например, ночные температуры плюс 5, плюс 7, растение не погибнет, но оно привыкнет к вот этим вот холодным ночам. Потом вы ее резко заносите в тепло, в квартиру, где ночная температура плюс 20-22 градуса. Растение офигеет, начнет скидывать активно цветы, соответственно, получит стресс, и долго будет выглядеть недекоративно. Такая себе история. Если вы занесете пораньше, то тогда она спокойно адаптируется к новым условиям вращивания, с ней все будет просто замечательно. Вот такая она хитрая штука. У бегонии для того, чтобы перейти в режим покоя, ей нужно полноценно отцвести, то есть дать полностью процвести, затем она начнет сохнуть листьями, может показаться, что растение погибает, в этот период нужно сократить объем полива, оно сформирует клубень, ее нужно будет в этом виде прям вместе с кашпо поставить в прохладное помещение и держать там до весны. Периодически поливая, чтобы полностью грунт не просыхал, затем вытаскиваем, и она заново у вас начнет сходить. Это первое образование клубня такое, а затем клубень можно будет выкапывать. А первое клубня образования желательно провести вот таким вот естественным путем. У нас это получилось случайно, потом провели повторный опыт, и оказалось, что это самый оптимальный для этого вариант. Бегонии всходят достаточно быстро, где-то примерно на 7-10 сутки 100% зайдут, но у них очень-очень мелкие семена. Размер дрожжа примерно такой же, как у эустомы, но только сами семена мельче, чем у эустомы раз в 10 примерно. Если при растворении дрожжа вы явно увидите семена петуньи, вы можете при помощи лупы увидеть семена эустомы, то семена бегонии при растворении дрожжа вы вообще точно не увидите, потому что смешается с грунтом, с пылью, это размер меньше песчинки, песчинки, это размер пылинки просто. Поэтому чаще всего бегония не всходит не потому, что семена не всхожие, а потому что она теряется из кашпо, она просто теряется из этого объема грунта. Дрожжи не пустые, в дрожжи всегда есть семена, это очень сложная технология, она есть причин, почему семена у бегонии достаточно дорогие. И просто при поливе оно вымывается, это дрожжи, это маленькое семечко, теряется и вы, собственно, не получаете сходов. Поэтому полив должен осуществляться крайне-крайне аккуратным, и тогда с бегониями никаких проблем не будет. Среди цветущих комнатных культур еще можно выделить бальзамин. Бальзамины бывают разные, бальзамины бывают двух основных типов в нашем, опять же, ассортименте. Это такие полуампельные, кустовые, очень пышные, огромные растения бальзамины Афина и Супер Эльфин. Это большие растения. Есть бальзамины Бэланс, они меньше по размеру, но у них крупнее цветки. Похожая история на петунии. Есть петунии кустовые, кустовая форма, например, призма, лимба, мамба. И есть крупные ампельные, горшечные, такие здоровые растения, например, как драконды, опера Тайдалы. Вот здесь такая же ситуация. Афины, Супер Эльфины, это крупные бегонии, бальзамины. И Бэлансы, это достаточно компактные, но с крупными цветами. Растения офигенно пышно цветущие. Фотография будет где-то здесь. Может быть, даже видео найду огромного куста бальзамина, который вырос из одного всего лишь семечка. Выращиваются по абсолютно схожей системе с петуниями, ничего сложного нет. Если вы когда-либо выращивали петуни, бальзамины у вас тоже получится вырастить. Долго в них останавливаться не буду. Есть такая немножко неоднозначная культура, как мимолюс. С ними вообще какая-то непонятная ситуация происходит. Мимолюс это самое раннее цветущее растение из цветочных комнатных культур. Мимолюс зацветает первый цветонос, выбрасывает через примерно 2 недели после появления настоящих листьев. Представляете, где-то суммарно от появления сходов до цветения проходит 3 недели. Это экстремально быстро. Они у нас зацветали прямо в торфяных таблетках. Очень быстрая скорость. Цветут пышно, цветут такими кустиками. Очень красивые, маленькие, компактные растения, совсем небольшого размера. Но они выдерживают, кстати, выращивание в глубокой тени, если их выращивать на улице. Но к ним есть вопросы. Два года назад мы сеяли мимолюсы в большом объеме. Они все прекрасно сходили, у них была высокая схожесть. Они были офигенно пышноцветущими. В прошлом году у нас появилась новая партия семян мимолюсов. Это флоранова. Опять же, не секрет, что семена цветов, особенно дрожжированных, выращиваются не в России. И получилось так, что у них была очень низкая схожесть почему-то. Поэтому, если у вас есть мимолюсы старых партий, они у вас тоже могли плохо сходить, либо очень долго сходить. У них тяжело растворялось дрожжи. Поэтому мы их пересмотрели. У нас будет теперь меньше мимолюсов по количеству, меньше по окраскам, но будут те, которые нормально сходят. Протестировали, проверили, посмотрели. Казалось, что есть некоторые проблемные. Эти проблемные мы убрали. У нас теперь будет только очень маленькая выжимка, но хороших нормальных мимолюсов. Но в целом культура крутая, потому что цветет супер пышно, супер обильно, очень мощно и очень-очень быстро цветает. Зеленью не ценится, потому что как таковой зелени не видно за очень пышным активным цветением. Новинка этого года пентес. Пентесы у нас есть в разных окрасках. Вот это, наверное, субъективно моя самая любимая. Но есть еще липстик, который даже получше, наверное, поярче будет. Такая красивая очень окраска. Пентесы можно выращивать для открытого грунта, можно выращивать для комнатных условий. Однозначно, при вращивании в комнатных условиях проявляет себя сильно лучше, чем в открытом грунте. Мы провели в этом году опыт. Высадили в открытый грунт, высадили в кашпо для открытого грунта, высадили в квартирных условиях. В итоге в квартирных условиях цветет и растет лучше всего. Кашпо, которое будет сейчас на видео, в нем три растения. Одно растение достаточно компактное. Можно прищипывать, тогда формировать будут дополнительно боковые побеги, боковое ветвление. Очень красивая культура. Цветоносы похожи на гортензиевые. И листья тоже похожи немного на гортензи, но только гораздо меньшего размера. Растение совсем небольшое, высотой где-то 30 примерно сантиметров максимум. Если рано слишком прищипнуть, будет неаккуратно расти. Поэтому прищипку рекомендуем проводить, когда растение уже полноценно разовется и вырастет. Система вращивания абсолютно схожа с петуниями, с большинством других культур. Никаких специфик и особенностей не имеет, требует маленького объема грунта. Одно растение может расти в полутора литра грунта. И больше три растения у нас растут в семи примерно литра грунта. Им этого за глаза достаточно. Еще растение, которое не новинка, но оно постоянно пропадает из ассортимента наглухо. На очень долгое количество времени. Несколько лет не было семян этой культуры. Это гелиотроп. Почему, я не знаю. Семена недорогие. Пакет гелиотропа стоит где-то до 50 примерно рублей. Семян здесь много. 0,02 грамма, но это много семян. Почему-то иногда гелиотроп пропадает из продажи. То есть купить семена гелиотропа невозможно. Года три их не было примерно. Года три или даже четыре не было гелиотропа. Сейчас появился. Гелиотроп похож немного на пентас. Почему они у меня рядом здесь оказались? Они пышно оба цветут. Мы даже когда первые разы выкладывали пентас с таким далеким кадром, многие путали гелиотроп и пентас. У них похожие очень листья. Цветы, конечно, разные по форме, но опять же, если боковым зрением вот так прищурившись, можно их перепутать. Они практически одинаковые. Тут еще и окраски очень близкие, похожие. Очень нежный аромат, очень приятный, узнаваемый аромат. Гелиотроп часто используется в парфюмерии как раз таки. Поэтому долго не буду про него рассказывать, расхваливать, потому что я знаю, что он быстро закончится. Для тех, кто любит гелиотроп, он появился. Обратите на это внимание. Пеларгония. Классика, классическая Пеларгония. Обращаю внимание на гибрид второго поколения, что необычно. Пеларгония Дансер F2. Почему вообще F2? Гибриды второго поколения в два раза ровно дешевле, чем гибриды первого поколения. Если с именами Пеларгония очень дорогая, горизонты, например, в рознице стоят в районе 300 рублей за пакет, за 3-4 семечка. Это прям дофига дорого. Дансеры в два раза дешевле стоят, потому как это гибриды второго поколения. Производить их гораздо легче, поэтому здесь проблем никаких нет. Еще интересная специфика именно гибридов второго поколения. У некоторых растений гибриды второго поколения, то есть это семена, собранные с выращенных гибридов. То есть вы взяли, например, какой-нибудь там условно Пентас граффити F1, посеяли, собрали с него семена. Вот эти семена будут F2. Иногда F2 обладает высокой устойчивостью, то есть полностью все растения соответствуют своим сортовым характеристикам. И тогда появляются гибриды второго поколения. Но чаще всего так не бывает. Поэтому просто обращаю внимание. Понятное дело, что пеларгонию можно просто начеренковать, но выращенная из черенков в 90% выглядит как неаккуратный куст. Если вы хотите очень аккуратный, ровный, правильно развитый куст, тогда попробуйте вырастить ее из семян. Она не будет вот такими тремя палками непонятными куда-то торчать. В этом и преимущество выращивания семенного. У вас первые поколения, то есть первые растения будут эталонной формы. Ну, до, соответственно, сильной стрижки. Поэтому обратите внимание. На это же хочу акцентироваться на гипоэстесах. У меня здесь пакетов сейчас нет, но они передо мной есть, стоят. Гипоэстес это все-таки больше лиственное декоративное растение. Хотя он тоже цветет. Я вообще удивилась, как выглядит цветение гипоэстеса. Причем он умудряется вызреть семенами, осыпаться. И вон в кашпо у нас самосева куча просто появилась этого гипоэстеса. У него такая же штука. До сильной обрезки он растет ровным таким полноценным кустом. Потом, когда мы их занесли, они у нас подмертные на улице. Мы их подстригли, они начинают отрастать не очень аккуратно. Вот такими вот побегами. Какие-то ветви быстрее растут, какие-то стебли медленнее растут. Они такие непонятные становятся. Нужно прям формирующую стрижку будет проводить. Если они у вас семена в выращивании, то кусты прям ровные. И отличие. Вначале, если вы будете их выращивать в комнатных условиях, у них будут прям очень-очень большие листья, прям крупные листья. Потом, если их вынести на улицу, листья сильно мельчают при уличном выращивании. Тут, возможно, играет опять же ультрафиолет, перепады температур. При постоянных плюс-минус условиях выращивания, то есть при постоянной температуре, при достаточно высокой влажности, эти растения будут с очень-очень крупными листьями. Прикольная культура. И еще буквально два растения, и будем сегодня завершаться. Галаксинья. Классическая классика. И это тот самый пример, когда культура может расти без досветки. Галаксинья спокойно выращивается из семян. Она прекрасно растет без дополнительного освещения, выдерживает низкие температуры. Поэтому, в связи с чем ее можно выращивать на подоконнике, с естественным освещением, без дополнительных заморочек. При этом вырастают вот такие огромные колокольчики Галаксиньи. Красивущие, вообще просто. У нас коллега их постоянно выращивает каждый год. У нее весь подоконник заставлен Галаксиньями. И мама у меня тоже выращивает Галаксиньии каждый год. В разных окрасках проблем с выращиванием нет никаких. Растет примерно так же по той схеме, как петуния и большинство других дрожжированных растений. И еще одна культура, про которую мы давно не рассказывали, не показывали. Два года назад она у нас росла. Тарения. Для уличного выращивания, наверное, не особо целесообразна. Потому что у нее период от сходов до цветения довольно длительный. И составляет где-то примерно 7 месяцев. Ее лучше сеять одновременно с эустомами, но это имеет место. У нее необычный очень тип ветвления. Она ветвится и растет так, что растение формируется само по себе квадратным кустом. То есть она растет такими прямыми линиями и вырастает в четко квадратный куст. Это выглядит как цветущий кубик. Очень странно, но мне очень нравится, как она выглядит. У нее мелкие цветки. Вот на пакете они сейчас примерно в своем оригинальном размере. То есть они приблизительно такого размера и будут. Растение небольшое. Оно по размеру, высотой, ну сантиметров 15-20. Подходит для маленьких кашпо-литровых и даже поменьше объема грунта. Хорошо подойдет и понравится, я думаю, тем, кто занимается вращиванием синполи, фиалок. Вот такая вот необычная культура тарения или тарения. Дорогие друзья, как видите, вырастить цветущие комнатные растения можно вообще очень легко и просто из семян. Потом их можно, кстати говоря, начеренковать. Некоторые насевают семенами самостоятельно. Цвести они в вас будут долго. И именно выращенные из семян будут самыми аккуратными кустами. Выбирайте, что понравилось вам. Сеять их можно всю зиму. Начиная примерно от октября и заканчивая мартом. Вообще, на самом деле, целый год. Можно их сеять и выращивать в квартирных условиях. Это для тех, кому уже очень не терпится что-нибудь посеять или кто никогда ничего не выращивал. А на сегодня будем заканчиваться. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok